Помочь выбрать дорогу, ведущую в будущее. Совет молодых специалистов у район нефтегаза работает с подрастающим поколением. Инженеры, операторы территориально-производственного предприятия встречаются со старшеклассниками городских школ и рассказывают о компании, в которой и сами трудятся. Вы можете это узнать уже заранее, для себя убедиться. Будете ли вы работать в этой компании, на каких позициях вы хотите бы работать. Это встреча с 10-м классом Лукойла в школе номер 6. Профильное направление, но по сути главный выбор своего будущего у этих ребят впереди. Уральские нефтяники делятся опытом того, как они после получения аттестата определились с университетом и специализацией, готовы поделиться и тонкостями этого процесса. Конечно, в своем направлении. Профильный класс, организованный в шестой школе Урая Лукойлом, объединил 20 ребят. Большинство из них уже определились с направлением своего обучения, кто-то еще думает. И педагоги ответственно заявляют. Совет от тех, кто уже трудится в нефтяной отрасли, необходим. Конкретные примеры и действия. Молодые специалисты делятся опытом своего образовательного маршрута, начиная со школьной скамьи и до трудоустройства на предприятия. То есть на конкретных примерах приводят ребятам, какие нужно целевые установки ставить в жизни для получения желаемой профессии. В числе молодых специалистов Евгений Гаврилов. Он как раз является выпускником шестой общеобразовательной. Уже в восьмом классе знал, что будет нефтяником и шел к своей цели. В прошлом ему помогла именно такая профориентационная работа Лукойла. После восьмого класса уже определился, в девятом, пошел в колледж, ну после девятого класса и отправился сюда. Западносибирские нефтяники в юных школьниках уже видят будущее компании и своих потенциальных коллег. Работа с подрастающим поколением начинается еще на этапе среднего звена обучения. Встречаются, беседуют, приглашают на производство. Начиная с седьмого на сегодняшний день класса, это участие как раз таки в экскурсиях на нефтеперерабатывающий завод, на цех подготовки перекачки в нефти. Достаточно трудно сотрудничать с Уральским политехническим колледжем в плане тоже организации экскурсий на учебный поливон. Встречи, соответственно, родительские собрания в части молодых специалистов, как с родителями, так и с учащимися в школе. Чуть больше года пройдет, и эти ребята уже должны будут сделать выбор, определяющий их будущую занятость. А пока большинство из них согласны с тем, что нефтедобывающая отрасль сейчас перспективное направление. Я считаю перспективное, потому что, глядя на своих родственников, я вижу рост карьеры, и качество жизни увеличивается. Для каждого свое. Кто-то считает перспективным, кому-то это нравится, кто-то этим занимается, а кому-то это в принципе не надо, хочет уйти в другую отрасль вообще. У всех по-разному. Я считаю, что он перспективен тем, что наш округ основывается на нефтяной сфере, и поэтому здесь специалисты востребованы, и здесь много перспектив. Такие встречи Совет молодых специалистов Уральнефтегаза проведет и в других школах. О своей профессии расскажут также студентам и будущим абитуриентам Уральского политехнического колледжа. Елена Шемшаева, Александр Кашкин. События.